Беспроводная мышка Logitech. Это самая дешевая мышка беспроводная от фирмы Logitech. Она выпускается у нас в трех разных расцветах. Существует черный верх, существует синий верх и существует еще красный верх. Боковины у них тоже отличаются по цвету. Сама мышка у нас небольшого размера. Модель M171. От цвета модель не меняется, только меняется сам цвет. Поставляется в такой упаковке. Внутри есть довольно большой буклет с информацией о самой мышке и как ей пользоваться. То, что нам заявляет сам продавец. Какие преимущества у этой мышки? Работа до 10 метров. Это действительно так. Если по прямой от вашего ноутбука, куда вы подключите адаптер, до самой мышки, даже больше 10 метров, получается, я замерял. То есть нормальная работа мышки где-то 11-12 метров. Если какие-то есть перегородки, то, конечно, дистанция бесперебойной работы сокращается. А еще один немаловажный факт. Производитель нам заявляет, что эта мышка может проработать на одной батарейке до 12 месяцев. Это, в принципе, интересный момент, потому что в среднем у обычных беспроводных мышек, у небрендированных и у брендированных где-то, ну, наверное, максимум полгода. Ну и понятно, что у нас идет автоматическое подключение драйверов, plug-and-play. Это как бы у всех мышек одинаково, поэтому нет смысла это выпячивать и хвастаться, что это какая-то уникальность. В общем, вот такая у нас упаковка. Вот эта вот стрелка у нас находилась вот здесь. Она закрывала у нас контакт на батарейке, чтобы у нас батарейка зря не разряжалась. В комплекте идет батарейка от фирмы GP, алкалиновая. Внутри вот вы можете видеть, что у нас здесь пустоты. Там видно крепеж верхней крышки. Также здесь у нас находится вот этот вот адаптер. На адаптере тоже есть у нас какая-то информация, даже серийный номер. Здесь у нас есть переключатель включения-выключения, но можно его по идее не выключать, так же как написано в инструкции. Когда вы подключаете адаптер в ваш ноутбук, в компьютер и при выключении вашего компьютера адаптер понимает, что на него не подается питание. И получается он автоматически разрывает связь с мышкой. И мышка у нас переходит в ждущий режим, то есть она у нас не разряжает аккумулятор. И вот видимо за счет этого у нас и увеличивается срок службы вот одной батарейки. Еще немаловажный факт. Оптический вот этот вот модуль у нас, ну понятно с помощью чего, все знакомые с помощью чего работают беспроводные мышки. Не беспроводные даже, а оптические. Раньше были колесико у нас, но все современные уже идут вот на оптическом вот этом вот глазке. И все привыкли, что у нас там внутри горит светодиод. Вот, неважно каким цветом, разные цвета бывают. И многие привыкли так ориентироваться, работает у нас мышка или нет. Так вот в этой модели, даже когда мы вставляем адаптер, и когда мышка уже начинает работать, у нас ничего тут не подсвечивается. То есть все довольно интересно сделано. Может быть и за счет этого у нас получается батарейка разряжается меньше. Ну вообще по удобству мышки у нас по краям есть вот такое вот рифление. В руке мышка лежит как в правой, так и в левой. В принципе хорошо, никаких вопросов нет. Колесики крутятся нормально. Есть, ну если допустим сравнивать, есть очень слабо крутится колесико, есть очень туго колесико крутится. Здесь что-то среднее. То есть оно и не туго, и не слабо. Оно допустимо. Я бы конечно хотел, чтобы оно немножко потуже крутилось, но это уже на любителя. Нажатие у нас уверенное. Никаких вопросов тут нет. У некоторых мышек бывает проблема, что при нажатии получается так расположено колесико, и вот эта вот кнопка, которая с одной стороны стоит, когда мы нажимаем на колесико. И у нас получается нечеткое нажатие. То есть в момент нажатия у вас ролик немножко проворачивается. Здесь такого нет. Здесь все четко. Куда бы вы не нажимали, никаких вопросов тут нет. Кнопки нажимаются тоже уверенно, нормально, никаких, так скажем, ложных срабатываний нет. И если вы нажали, то 100% у вас получается мышка поймет ваше нажатие. Тут тоже никаких вопросов нет. Многим не нравится потребителям, что какие мышки, неважно, дешевые, дорогие, что вот этот вот звук. Вот многим не нравятся вот эти звуки, потому что говорят, что на дворе уже 21 век, 18 год, уже существуют мышки современные, которые лишены вот этого клика. Да, есть такие мышки даже у фирмы Logitech. Есть несколько мышек, которые стоят более тысячи. В принципе, они почти ничем не отличаются от этих. Вот, у которых стоят микровыключатели, ну, более современные, так их можно назвать. То есть они при нажатии не имеют вот этих своеобразных щелчков, к которым мы все привыкли. Ну, это опять же на любителя. Кому не нравится, покупайте более дорогую. И в этом ничего зазорного нет. Но меня абсолютно не напрягает вот эти вот звуки при нажатии на клавишу. Наоборот, как-то дает какую-то уверенность, что вы действительно нажали на эту кнопку, и вы слышите этот звук. То есть меня это абсолютно не напрягает. Ну, что еще можно сказать? Мышки я эти могу рекомендовать, конечно, к покупке. Хотя, когда я их покупал, я их покупал для разных своих ноутбуков в разных квартирах. Поэтому вот именно мне понравилась эта модель. Вот эту я сначала купил, потом я приобрел вот эту. Специально другого цвета. Так вот, к покупке я их могу рекомендовать, потому что они стоят, в принципе, недорого. То есть давайте вот разграничим. Существуют мышки брендированные, не брендированные. Естественно, есть всякие мышки DNS и тому подобное, которые, в принципе, ну, так скажем, они в дешевые ниши находятся. Там до 500 рублей. И там тоже есть хорошие мышки беспроводные. Но в основном, вот те, которые там 250 рублей стоят, даже по 150 рублей у меня есть на канале видео с мышки стоимостью менее 200 рублей. В принципе, она работает. Никаких вопросов нет, потому что, зная, сколько она стоит. Ну, конечно, с такими мышками ей не сравнится, потому что, ну, по ощущениям, по корпусу, по отзывчивости, все-таки есть к ней нарекания. Но, опять же, относительно, если мы сравниваем ее с какой-то фирменной мышкой, более дорогой. Но если ее, вот, отстраниться от всего и взять эту просто мышку, вот, как мышка стоимостью менее 200 рублей, это замечательная мышка и докапываться так и не надо. Вот эти вот мышки стоят более 500 рублей. Вот я вам тоже расскажу. Покупал я в одном известном магазине, который приторговывает не только, так скажем, электроникой и компьютерной техникой, но еще и брендированными своими товарами. И вот эту вот мышку я покупал несколько месяцев назад, она стоила 820 рублей. В принципе, ну, цена я посмотрел через интернет, и цена в других магазинах была примерно такая же. Вот я ее купил и пользовался. Вот эту я купил недавно, и она стоила 550 рублей в том же самом магазине. Я не понял, почему она, ее цена снизилась. Но самое интересное, я когда рассказал об этом знакомому, что вот такая вот мышка, ему тоже она понравилась, он как-то подержал ее в руке, и почему-то она ему понравилась. Уж не знаем, мы не разговаривали, просто он меня спросил, где я ее покупал. Я ему сказал адрес магазина, он туда сходил, и потом мне сообщил, что оказывается эта мышка уже стоит 780 рублей. Вот как-то странно, почему-то цена довольно интересно скачет туда-сюда. Видимо, это зависит от доллара. У нас сейчас доллар тоже немножко подскакивает. Но как-то странно, товар завезен уже давным-давно и лежит на складе. Почему цена меняется, вот это мне непонятно. Ну ладно, это уже не важно. В итоге, мышки добротные, своих денег они стоят. Конечно, я в некоторых магазинах видел, эти мышки стоят и больше 1000 рублей. Конечно, более чем за... То есть за 1000 рублей эти мышки, естественно, не стоит покупать, потому что там можно уже приобрести более интересные модели. От этого же даже производителя. Ну вот, в среднем от 500 до 800 рублей, в принципе, эти мышки очень хорошие. Они отрабатывают свои деньги на все 100%. Вот опять же говорю, что за несколько месяцев вот этой мышки никаких нареканий к ней нет. Работает она прекрасно. Они не тяжелые, они не легкие. Они такие вот, как должна быть обычная мышка для обычных нужд. Если кому-то, конечно, не нравится то, что на самом корпусе нету отдельной кнопки, которые меняют у нас DPI, то есть по простому скорость передвижения курсора по монитору, то это можно все сделать программно. Даже никаких дополнительных программ не надо сделать. Просто в Windows вы заходите в раздел мышки, она определяется, и там вы можете поменять скорость указателя. Это никакой проблемы не составит. Ну, у меня все. Покупайте, не бойтесь.